И какие версии уже есть на этот счет? Артур, привет! В центре Донецка сегодня неспокойно. Настоящее ЧП произошло считанные минуты назад. Здесь, на улице Пушкина, в шаговой доступности от облгородминистрации. Хочу сказать, что уже известно, что убитый, его звали Максим Петрухин, это помощник председателя Верховного Совета облгородминистрации Дениса Пушилина, а также депутат горсовета. Вот его нашли убитым. Хочу сказать, что по предполагаемой версии, он двигался на своем личном автомобиле Toyota Camry и был расстрелян из автомобиля, который двигался по району ему. Хотя тут говорят очевидцы, что после того, как машина остановилась, раненого Петрухина уже вытащили из машины и добили. Ну, это версия очевидцев. Хочу сказать, что вот сейчас здесь работают криминалисты, и пока нет следователей, но они должны подъехать в ближайшее время. Также вот здесь сейчас территория по периметру, охраняется представительный спецбатальон на Востоке, и доступ сюда строго ограничен для обычных граждан. Ну, что касается версий, пока еще, как там заявили в пресс-службе, гороблодминистрацию сложно предполагать. Но одна из версий, что все-таки убийство произошло на политической почве, и фигурировали политические мотивы. Сейчас вот в Донецке объявлен план в перехват, ищут ту самую машину, из которой велась стрельба. Вот, ну, пока это вся информация. Ну, также добавлю, что действительно это сегодня стало главной, наверное, новостью к этому часу, главной криминальной новостью, пока еще здесь в Донецке не была слышна стрельба в центре. И чтобы это происходило прямо на глазах, хочу сказать, что вот это произошло буквально считанные минуты назад. Вот мы сейчас работаем на месте событий. Артур, без слова. Спасибо. Из Донецка был наш господин Кирилл Вальков. Он рассказал об убитом депутате Максиме Петрухине. Не там сейчас.